И я думаю, хоть как-то мою рожу будет видно. Провинциалка, провинциалка! Всем приветушки! Это Базарушки, Провинциалушки, и я еду из города Великий Новгород. Там я был, как всегда, в командировке. И, собственно говоря, как всегда за рулем, как всегда трасса, дорога. И я рассказываю вам историю из своей жизни, если это кому-то, как всегда, интересно. Спасибо большое, кому это интересно, кто действительно смотрит и комментирует. У меня косяки не надо, сейчас носу ковырялся. Погнали, да, погнали. О чем, собственно говоря, в этих базарах Провинциала я хотел рассказать? Я хотел рассказать, наверное, о проекте Трафик. О проекте Трафик. Да, в состав которого входили, собственно, я и Иван Проскоряков, о котором я уже упоминал и в каких-то видео, и в постах, наверное, в своем паблике. И, честно говоря, я не помню, когда зародился проект Трафик конкретно. Ну, год, наверное, 2001. Я думаю, где-то так, может, 2002. И, собственно, он появился-то как-то спонтанно, наверное, а может, не спонтанно. Но фишка была в том, что я начал увлекаться помимо металла еще какими-то другими стилями. И что-то там из рэпа мне нравилось, из Продиджи, естественно, мне нравилось. Что я еще могу сказать? А, это я Дельфина начал еще слушать. Вот, точно. Я тогда познакомился с творчеством Дельфина. И меня прям воткнула, воткнула Надежда, блин, особенно Надежда воткнула меня, как я много раз так сказал. И меня воткнула письма Надежды. Да, ну, это вообще она убийственная была. Я начал пытаться придумывать подобные тексты вот в таком его духе. И что же вы думаете? Думаете то, что мне не получается обогнать, зараза? Как-то мы разговаривали с Иваном о каких пристрастиях музыкальных, что кому нравится. Ну, помимо того, что мне нравится металл. И меня поинтересовался вообще, как бы Ивану-то что нравится? Какую музыку он любит слушать? И он мне выдает Дельфина. Я говорю, слушай, я сейчас вообще подсевшен на Дельфина основательно. И, видимо, так вот удачно получилось. Мы решили попробовать сделать такой симбиоз. Что-то, нечто взять от Дельфина, что-то взять от Продиджи. Может быть, местами где-то от Радхо Чили Пеппер что-то. Я не знаю, может, это нам казалось тогда, что мы пытаемся делать какой-то симбиоз. По факту, что это было, вы можете послушать в паблике. Там в аудиозаписи есть две песни, которые мы записали на студии. О чем я, собственно говоря, сейчас буду рассказывать. Но началось все с того, что мы, по-моему, да, первую песню мы с Иваном сочинили, сидя на репетиционной точке оркестра, в котором я играл и, собственно, где мы репетировали саботажем. И мы... Это был Новый год, да. Ну, постновогодние праздники это были. А точнее, совсем недалеко уж пост. Это было... Это был 2 января. Да, точно, ничего. Нет, вру, сука. Это было с 1 на 2 января. Вот, да. Потому что мы пришли на дискотеку в ДК, в Лучках, вот, где мы репетировали. И так как мы в своей речи, нам спокойно дали ключи во время... Так-то всегда все двери, естественно, закрыты ночью, там, на дискотеках. И пока там все выплясывали, что примечательно, я уже не вел танцы тогда, а вел кто-то другой уже танцы. А почему я там был? А я был, типа, смотрящим. Ну, в общем, меня попросили, что молодой парень будет вести дискотеки. Серега. Это же Серега Курчанова. Да. Серега, не знаю, будешь смотреть это видео или нет, но тебе привет. Последний раз, когда мы с тобой видели сланца, как изрядно поднабухались. Точнее, встретились уже поднабухинами. Ладно. И Серега вел танцы, а мы пришли туда, типа, как я должен был контролировать, как молодой парень работает, ведет танцы. А мы тупо взяли пиваса и пошли на свою точку. И сидели там. И сидели там, пили пивасик, джимовали, играли. И я сидел за синтом, наигрывал какие-то мелодии, что-то пели. И так родилась песня «Никогда», которую, как всегда, скажу, что можете послушать в паблике. Родилась эта песенка у нас. И причем она родилась... Мы сразу сочинили и музыку, и слово. Так-то у Вани, конечно, в загашнике... Ну что, обгоняем, да? Погнали! Так-то у Вани, конечно, в загашнике было очень много текстов такого, а-ля дельфины. Почему мы, собственно говоря, и начали сотрудничать, решили попробовать. А эту песню мы сочинили прямо на ходу. И очень-таки довольны, веселые, думаем, блин, ну это круто вообще. Такой творческий подъем, вдохновение. Сочинили эту песню и решили сочинять дальше. Я приезжал к нему домой, он мне показывал свои тексты, читал их, также мне давал. Я на гитаре что-то наигрывал. Даже было так, что мы сидели у него дома, он показывал какие-то тексты, говорит, мне вот это нравится, вот это я хотел бы в первую очередь сделать. Я там уже сразу какие-то подпирал аккорды, уже гармонии какие-то. И так мы решили, что нам надо записывать альбом. Ну а как нам надо записывать альбом? Потому что в сланцах у меня было ни студий, ни уж тем более компьютеров. Все, что у нас было, это был синтезатор, кассио, калькулятор какой-то. Барабанщик оркестра Вова, также он изумительный клавишник, он в тот момент на этих же клавишах записывал свои какие-то темы и говорит, вот я вот тут и записал, вот джаз-рок делал. И, собственно говоря, можно было, чтобы на этих клавишах делать. И мы решили попробовать на этих клавишах писать альбом. И все делали вручную, вот все барабаны. Вот, и так как я человек, который никогда не дружил с метрономом, и это большая моя ошибка, что я не занимался в юности с метрономом, если бы я вернулся на машине времени, я пью до дна. Вернулся бы назад, но я бы сказал себе, чувак, занимайся с метрономом, сэга. Поэтому альбом кривоват, кривоват, что, приха затоить. Есть у меня аудиозапись. Можно сказать, магнитная запись это была. Мы писали, потому что на кассеты. Я писал фонограмму, там было, по-моему, всего шесть дорожек, которые можно было использовать. В одну дорожку я пытался набить сразу все барабаны. И причем не было же никакого автосохранения, не всех этих новшеств и излишеств, которые есть сейчас, когда я в Кубейсе могу спокойно закопипастить все. И вообще сидеть, ковыряться в носу, пить чай и программировать песню. Как же я это и делаю. Приходилось сразу все одним дублем записывать полностью песню. От интро до коды. И на эти шесть дорожек мы умещали. На одну дорожку барабаны и на пять дорожек, ну, соответственно, одна дорожка заплыли барабаны, бас и на четыре дорожки мы добавляли какие-то разные штуки. Либо клавиш, либо еще какие-то вставочки. Вот, да. И таким образом мы сочинили достаточное количество песен. Не помню сколько, но у меня есть запись. Я потом обязательно выложу, когда вот это видео смонтирую, выложу и скину ссылку, чтобы можно было послушать. Мы записали. Все фонограммы были готовы у нас. Одна фонограмма выделилась тем, что у нас в оркестре вот до Кассио раньше вообще прикасаться к нему было нельзя. Он стоял только, им пользовался руководитель. И по выходным дням, там в субботу, когда у него было выходной, мы туда приходили, чтобы можно было посидеть и поиграть в синтезатор. Тогда было можно. А потом в оркестр купили Ямаху, ПСР-ку как бы. И, естественно, к новому синтезатору никаких допусков не было, что нельзя. Это уже все. Он стоял в кабинете руководителя оркестра. А Кассио уже, псь, эй, ладно, держите, делайте, что хотите. Что забавное, когда Кассио так стоял, им нельзя было трогать, то старую Ямаху, какую-то вообще древнюю, с такими смешными звуками, можно было трогать. И на ней, на ней, мы с Димкой как-то писали фонограмму, чтобы выступить в техниками, когда учились на втором курсе. И благополучно обосрались. И вот одна фонограмма, одна песня «Я устал», которая, кстати, есть у меня уже, назовем это, реворк, новый вариант, я делал на нее в году 2012, тоже можете послушать это в паблике. И эта песня была записана на Ямахе. Все дело было в том, что Ямаха была оставлена в общем кабинете, не кабинете, в общей комнате, где занимались, где, собственно, мы с Аботажем играли, где дудки все висели, духового оркестра. А так она обычно запиралась у руководителя в кабинете. Запиралась. Но на днях участники оркестра, а точнее, как все это руководители, его помощник Вова, они покеряли, и, видимо, что-то нам лопали и оставили. И мы с утра приходим, скрянула, а там 16 дорожек можно прописать всяких разных. И там звуки такие поинтереснее. И, короче, мы забабахали песню Я устал вот на этой Ямахе. И это было вообще так круто. Там мой сын, особенно этот брэк, такой, мне так нравился. Таким образом, у нас было готово песни, все сделанные на Кассио и одна песенка вот на этой Ямахе. Что мы делаем дальше? Дальше нужно писать вокал, естественно. Мы для этого берем два магнитофона, деки, кассетные. И так у нас называлась эстрада. Это где в фойе, во дворце культуры, где проводились танцы, там была сцена, она называлась эстрада. И на этой эстраде сзади звали мы сюда ее коморком. Там висели всякие провода, всякая лабуда, в общем, микшер стоял, ну, колонки всякие. Вот. И мы там организовали такую, как бы, студийку нашу. Блин, по-моему, фоток не осталось. А нет, есть одна фотка, по-моему, с моей рожей, где я как раз в этой коморке есть, у меня небольшая статья про трафик, я писал еще на LiveJournal. И я, короче, скину ссылку, кому интересно, можете прочитать и посмотреть мою рожу. Молодой там еще, заразный. В общем, мы обустроились в этой коморочке и начали там записывать вокал. А, да, еще гитару. А гитару я брал, у меня не было тогда своей гитары. Я брал гитару Витальсона. Ну, Витальсон, вы уже знаете по саботажу нашего гитариста, который впоследствии ушел из группы и бла-бла, ну, я это расскажу. и я брал у меня гитару. Она была расстроена, там даже в песне отчетливо слышно, мы даже в песне самоубийство называется. Там вообще такие, блин, диссонации ржачные. Потому что у меня раньше слух был отвратительнейший. Я раньше вообще ничего не слышал. Вот такой я был херовый музыкант. или нет, я был музыкант с херовым, я был классный музыкант с херовым слухом. Мы записали сначала на эти магнитофоны все фонограммы синтезатора, потому что если синтезатор ты вытащишь из розетки, то все нахер аннулируется. И мы притащили сначала эти магнитофоны на точку, записали эти наши фонограммы. Потом мы с этой кассеты вели запись через микшер на другую кассету и сверху одним дублем писали вокал. Если где-то нужен был второй голос, то соответственно мы уже записанные кассеты с вокалом ставили, по новой писали, сверху накладывали еще один вокал, поэтому там такие шумы зверские, просто убийственные. И соответственно еще плюс так в некоторых песнях нужно, да не в некоторых, во всех, гитару нужно было прописать, поэтому запись получилась чумовая по шумам. Послушайте, кому будет интересно. мы записали это все тело, и надо с этим что-то делать. Амбиции кипят, парни молодые, и к нам приезжает Верка Сердючка с Ланзе, ну, как бы Верка Сердючка, которую накрывают менты, нет, это другая история, эта Сердючка уже приезжала в Корники, когда я там с выкорежиссером работал, а, а это первая Верка Сердючка, короче, она приехала тогда, псевдо-сердючка, или псевдо-сердючка, когда у нас была репетиция в оркестре, а у нас постоянно, когда приезжали какие-то артисты, у нас всегда была репетиция в оркестре, я помню, как синяя птица приехала, мне так хотелось их послушать, потому что я обожал их песни, я обожаю до сих пор их клён, где же ты была, или самая моя любимая, с этой девчонкой знаком я давно, и я был на репетиции в оркестре, мне нужно было играть, и Ваня пошёл этим делом заниматься, всучить ей кассету, вот, как оказалось потом, что ни херает мне сердечко, и, видимо, наша кассета, ну ладно, ну, собственно, вот так вот мы записали наш магнито-альбом, и попытались всучить его сердечки, а что делать дальше, а хер его знает, а Иван тогда учился в горном на заочке, и он мотался исландцев в Питер на сессии, и уехал он так, на мне очередную сессию, и, честно говоря, я не помню, как всё произошло, но он там каким-то макаром договорился с этими, как раз таки с Депосы стоят, здравствуйте, договорился с Муз-ТВ, чтобы мы снимали клип, но для клипа нужен был, нужно было аудио, нужно было хорошего качества песни, они нам сказали то, что мы вам всё организуем в студию, вы запишите свою песню, всё нормально, потом клип, нет, вру, они сказали, они взяли наш мега-магнито-альбом, послушали, хотя, наверное, они не слушали, и сказали, мы сделаем аранжировку к вашей песне, на что я, естественно, встал в позу и начал говорить, да что за херня, это, блин, моя песня, ещё кто-то будет мне делать какую-то аранжировку, да типа, нет, нет, там это, как его, у нас же профессионалы, ну вы чё, да я говорю, да нафиг мне надо, это, блин, это, это мой полёт, это мои мысли, я хочу сделать именно так, как я хочу, в итоге, на что они нам потом ответили, якобы они послушали нашу запись и говорят, что они все переговоры вели с Иваном, он, как раз, вот он был в Питере, и мне звонил, говорил, что и как, и мне звонили, и говорят, слушай, они сказали то, что у тебя так всего намешано в этой песне, что наш звукорежиссёр, видимо, с этим не справится, вот, он у нас ориентируется только, не ориентируется, по одному жанру или стилю, короче, такую лабуду нам прочитали, что-то, и тут же Вань находит студию, в которой можно было записать песню, да, ну, естественно, чтобы снять клип, они с нас хотели денег, по тем меркам, по-моему, это стоило 8 тысяч рублей, что ли, и мы начали собирать эти деньги, кто, как мог, моя бабушка разменяла бедные доллары, которые у неё лежали на чёрный день, и она никогда в жизни не хотела их вообще куда-то применять, Иван вложился, мы начали собирать ещё знакомых у наших, у каких-то просто, там, музыкантов, ходить, говорить, ну, вот такая у нас фигня, с нами вроде как заключают, контракт на съёмку клипа, вот, нужны деньги, то есть, кто чем поможет, сколько может, в итоге, мы, конечно, собирали этого бабла, и поехали снимать, ну, перед этим, перед съёмкой клипа, мы поехали сначала делать аудио, приехали делать аудио, на студии, на студии номер один, я видосы в каком-то про Хованского, про Ларина, когда рассказывал, ехал, говорил, что вот, эта студия там, эта студия раньше была на поддом канале, недалеко от станции метро Балтийской, и начали записывать там, начали записывать песню никогда, всё получилось достаточно клёво, ну, с нами работал Паша, Паша, звукорежиссёр, блин, я не помню его фамилию, я точно помню, что он из группы Краденое солнце, мы записали песню моментально вообще, не знаю, мы потратили, наверное, часа два с половиной, серьёзно, на песню, Паша нам помог, мы записывали в Кубейсе тогда, когда я понятия не имел, что такое Кубейс, но шутка хотела, всем в этом разобраться, и вот Паша программировал барабаны, мы сидели, я ему говорил, что как лучше, что как, здесь какой-то где был удар, и он сидел, это всё программировал, потом записали, басуха живая, кстати, не живые, только барабаны, записал басуху живьём, первый раз в жизни, тогда пятиструнный бас взял в руки, записал гитару, гитара, гитара, как ща помню, была эта, как его, блин, джазовая, джазовая гитара, как она, фендер, джазмастер, да, фендер, джазмастер, и я тогда, дурень, неопытный, я такой говорю, а я там, типа, там стоял процессор, я говорю, так что, как в процессор, да, вот, чтобы там звук, джи-джи, он говорит, почему мы сейчас в комбик тебя подгрузим, всё нормально, и будет хорошо, это что за херня, это что за комбик, как в комбик может какие-то, давайте звуки такие, надо процессор, процессор, педали, лель, процессор, потому что в моём понятии комбик, в моих родных сланцах, мной, неизбалованным человеком, всеми музыкальными, вот этими клёвыми штуками, в которых я хотел разбираться, в моём понятии комбик был, это комбик какой-то у нас стоял, там, я не знаю, даже название «Плюс», вот точно, «Плюс», по-моему, назывался комбик, какой-то советский, и это просто была большая колонка с усилителем, и всё, ни о каком перегрузе речи быть и не могло, нас записали с перегрузиком, всё, и опять же я неграмотный, говорю, слушай, я надо ревер, ревер туда, чтобы это всё так было, о-о-о, зачем ревер, что дилейчик повесим, вообще шикарный будет гитарь, я ещё просто думал, какой-то нахрен делаешь, что-нибудь такое, блин, ревер надо, эхо, эхо, да, я туда ещё, кстати, с гитарой приехал, врал у Димана гитару, у него была тогда мастеровая гитара, я думал, нужно приехать на студию с гитарой, чтобы записывать, а вот там такая клёвая гитара оказалась, и как сейчас помню меня, я стою на остановке перед тем, чтобы ехать в Питер, доехать до вокзала, стою с гитарой, мне ни хера не уехать, нету автобусов, сейчас опоздаю на автобус, который уходит в Питер, а нету автобусов, чтобы доехать от моего дома до вокзала, и едет чувак, останавливается, и меня подвозит, и, и как сейчас помню, у него, он просто меня увидел с гитарой, и у него играет Мальмстин, я такой, уводит у вас Мальмстин, он говорит, да, я люблю такую музыку, он увидел меня в парне с гитарой, честное слово, я не могу вспомнить конкретно, кто это был тогда, но как мне кажется, это был Леха, Леха, к сожалению, который покинул этот мир, исландский музыкант, человек, у которого была своя студия, потом сланцик, потом мы с ним познакомились, общались, как раз перед моим уездом в Питер, потом я уехал в Питер, иногда только виделся с ним в сланцах, и потом, человек, к сожалению, не стал, но продолжим, мы записали эту песню никогда, все, потом мы начали снимать клип, мы пришли в клуб Аполло, Аполло на какой-то красноармейский технологический институт, я даже не знаю, есть сейчас этот клуб там или нет, что самое забавное, потом, когда мы уже, я жил в Питере, с девочкой, с которой встречался, она ходила в этот клуб, стой от меня, зараза, если будешь что-то смотреть, мы там начали снимать клип, перед нами снимался какой-то мальчик, с ужасной фонограммой, качество фонограммы было отвратительное, как сама фонограмма, просто, я не знаю, вот как, я не знаю, на синтезаторе было сделано, как мы писали, Ваня вступил в диалог с его мамой, там бла-бла-бла, че-как, и она говорит, ну вот мы делаем там-там-там-там, он такой, ну вы можете обращаться к нам, на меня, говорит, вот композитор, аранжировщик, а я вам могу написать текст, и самое забавное, из всей этой ситуации было то, ну, то, что мальчик, да, тоже участвовал в этой программе, в которой должны были от Мусты участвовать, программа называлась, насколько я помню, по-моему, Мустрамплин, ой, девчонки, извини, я тебя не пропустил, и он должен был там тоже принимать участие, и, понятное дело, что всю жизнь, в любое время, в любую эпоху, деньги делают свое дело, мы, конечно, никуда ничего не платили, мы еле-еле собирали этих, блин, денег, чтобы снять этот гребаный клип, который, кстати, просрался, сука, куда-то он делся, ну такой он ржачный, я бы сейчас с удовольствием его посмотрел, и, чем-то сказать-то, а, и то, что этот мальчик, который снимался перед нами, с такой плохой фонограммой, вообще с таким продакшеном, его песни, занял третье место в этой, в этой, в этом Мустрампли, мы же заняли четвертое, хотя, не знаю, может, всего их четыре было, но, но нас показали по телеку, показали по телеку, исландовские, которые уже жили тогда в Питере, в которых было Муз-ТВ, рассказывают такие, говорит, ни хрена себе, включаю телевизор, а там вы, было так приятно удивлено, это Маринка Булкова рассказывала, по-моему, что Маринка рассказывала, и, ну да, круто, круто, нас, как говорят, вроде, несколько раз показывали, этот клепец накрутили, потом уже были какие-то еще предложения нам, дальше что-то делать, естественно, нужно было вкладывать, чтобы сразу на какие-то, минуя все полуфиналы, четвертьфинал, у нас, я на родине в Ленинградской области, брали финал, где там, были Юра Шатунов, Корни, в концерте принимали участие, и вот, как бы, нужно было всего-то заплатить денег, и тогда мы приняли участие, мы, порядка пяти тысяч, что ли, тогда это, денег нужно было, и это уже был, 2004, насколько я помню, год, потому что я уже жил в Питере, мы переехали, работали вот с Иваном, вместе охранниками на базе, и вот он продолжал поддерживать какие-то отношения, вот, с этими товарищами, которые нам все это делали, предлагали, но ввиду постоянного безденежья, естественно, я от всего отказывался, и говорила, что-то нет, 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 и какое нафиг, блин, и вообще не хочу этим проектом больше заниматься, и я вообще переехал тогда в Питер, для меня уже хотелось, и у меня постоянно, так знаете, я вот загорюсь трафиком, потом, мол, остыну, и опять возвращаюсь к металлу, мне вот в очередной раз получилось так, и тем более я там уже начал общаться с группой, где-то будет в следующем видео, когда я расскажу о своих питерских всех этих делах музыкальных, и на всем на этом, на всем мы поставили крест, сказали, что все, больше проектом заниматься не будет, но в этом обстоятельстве складывается, я уезжаю обратно в Фланцы, Иван остается в Питере, и он мне, получается, это 2005 год, а, да, это же предложение было то ли 2004, конец 2004 года, либо начало 2005, и где-то в начале, не в начале 2005, где-то, март-апрель, где-то, получается, март-апрель, я уезжаю опять из Питера, вот в Фланцы, короче, заговорился я, март-апрель, я уезжаю обратно в Фланцы, кстати, но до этого, до этого был опять взлет трафика, да, в 2004 году я сказал Ивану, что все, баста, больше не будем этот проект делать, но потом девочка, с которой я жила, она уезжает обратно домой в Фланцы, и я остаюсь без жилья, ну, изначально мы остаемся без жилья, она уезжает, и нужно было дальше что-то снимать, жилье какое-то, то есть нужно было тупо заработать денег, чтобы снять новую квартиру, и получается, я начал жить у Ивана, Ивана меня пригласил, он на тот момент жил в каких-то мега-трешовых условиях, это было все в парголово, и он говорит, ну, давай ко мне в одну комнату, что нет, ты там за символичную какую-нибудь тысячу рублей будешь жить со мной, и все, я, собственно, да, я переезжаю к нему, я зарабатываю какие-то деньги, и по идее, по большому-то хорошему счету, я должен был снять квартиру, и моя тогдашняя дама должна была вернуться обратно в Петербург, и мы продолжили бы свое замечательное существование, но нет, нет, я покупаю компьютер, чтобы заниматься музыкой, свой первый компьютер от фирмы Формоза, мы еще потом прикалывались, что Тормозом, он такой глючный был, видимо, поэтому у меня с женщинами никогда ничего не складывалось, потому что я всегда стоял на своем, у меня начинались какие-то отношения, но потом у меня все равно музыка, музыка, на первом месте, поэтому всегда были какие-то гостики, и я покупаю этот комп, кстати, это благодаря Ивану, Ивану Респектища, потому что он мне помог, он оформил кредит на себя, потому что у меня тогда был просроченный паспорт, и я не мог себе взять на себя кредит, у меня всегда смотрели, говорят, у вас паспорт просрочен, молодой человек, и Иван в этом деле мне помог, Вано, респект, спасибо, и, собственно, покупаю компьютер, и первые программы, диск, как я помню, диск этот я купил в переходе, проспекта просвещения, где был Fruity Loops, четвертый или пятый, не помню, первый Gitar Pro, четвертый, ну, первый, в смысле, мой первый Gitar Pro, четвертый, это был четвертый Gitar Pro, в котором я начал разбираться, так же, как я в Fruity Loops, и начал пытаться делать какие-то первые записи, а буквально за где-то, наверное, полгода, до того, как я приобрел свой компьютер, наверное, полгода, может, год, не буду даваться в подробности, Диман, еще разогнал, это же населенный пункт, Диман тоже приобретает компьютер, и он мне рассказал про Fruity Loops, и он во Fruity Loops и начал делать свой электронный проект, я у него спрашиваю разрешение, если он разрешит, я его тоже буду, лучше могу послушать, брейкбитовский, бля, я послушал, я так втянулся вообще, вот так клево, во фрукты тогдашних, особо ни во чем не разбираясь, смог замутить вообще такие прикольные темы, и я думал, понял то, что нам нужно продолжать трафик, все, мы начали продолжать трафик, я начал писать какие-то темы уже на компьютере, что-то как-то разбираться, но долго все это не продлилось, я слился в сланцы, потому что мама мне, Андрюша, приезжай, поступай в университет, тебе нужно образование больше, бра-бра-бра-бра-бра-бам, ну еще плюс-то, ну как же, ну она же там, я, наверное, должен получиться славаться, ну и все, короче, я слился в сланцах, ну и все, и деятельность трафика опять прекратилась, потому что в сланцах у меня опять вспыхнул металл, я вернулся на родину, мне захотелось опять играть с чуваками, пацаны продолжали играть, они уже свой там проект замутили, и Лех с Диманом, я имею ввиду, уже начали играть более такую тяжелую музыку, фанатей, членовым фоном, и я начал искать новых музыкантов, но это другая история, это уже про группу «Темные небеса», и проект тормозился опять, но потом Иван мне предлагает, говорит, слушай, я все равно этот проект хочу сделать для себя, давай, по крайней мере, запишем еще одну песню, и он мне предлагает записать песню «Собака», он говорит, я полностью все оплачу, все расходы я беру на себя, он тогда нормально получал уже денег, а я, вернувшись, гол как сокол, поступая в универ вообще, ни с чем, гол. И летом 2005 года я приезжаю в Питер, мы с ним записываем песню «Собака», как я где-то уже рассказывал, на мой взгляд, мне кажется, она получилась не настолько вдохновенной, как у нас было никогда. Как-то мы сделали, но сделали, и я до сих пор недоволен, как Иван записал второй буклет, может быть, Ивану тоже что-то мне нравится, ну, в общем, как-то я к няхте отношусь, к тому, как мы сделали эту песню, но, хотя, писали ее уже в лоджике. Населенный пункт называется «Помиранье», опасаться, порой такие названия. И когда я, опять же, писались на той же студии, опять у Паши, и когда я сижу, такой, ну, мы подумали, что да, это нужно уже какой-то брейкбит из этого делать, ну, более-менее, такой интриб, чтобы и я такой говорю, слушай, а можно все вот эти вот сэмплы послушать, какие есть, чтобы выбрать? Он говорит, если мы будем это все слушать, мы эту неделю, наверное, будем слушать. и, ну, записали вот так вот. Причем, я не помнил, естественно, о партии струнных, которые я, завязан стрингов, которые я записывал тогда, когда на нашем магнит-альбом написали, а так как я уже сказал, то, что я музыкант, и хороший музыкант с херовым слухом был, для меня что-то снять, это была, блядь, целая трагедия, просто. Снять это было очень не мое. В итоге клавиши эти снял и записал вот звукорежиссер Маша. Тарелки он прописал тоже, такой говорит, ну, давайте сделаем так, так, так. Я, наверное, еще так хреново писал это все. Был в недостаточно музыкальной форме, потому что у меня там начала вырисовываться новая любовь, новые отношения, и, может быть, я как-то с этими бабочками в заднице и херни-то наворотил какой-то. Но в целом песня ничего, нормально, нормально. И после этого все, больше с Иваном мы уже ничего вместе не делали, не записываем никаких треков. и, как сказал сам Иван, когда я что-то там... Что же я у него спрашиваю? А, я что-то говорю, когда он уже из Питера уехал жить во Псков, я ему спрашивал, как творческая там жизнь, то-се. Но он мне говорил, что я тебе уже говорил, что этим проектом я хотел, чтобы вы занимались новыми людьми. Что-то, в общем, такое. Говорил? Такие приятности вот он мне говорил. Ну, я согласен, абсолютно согласен то, что мы были какой-то такой единицей, мы совершенно два разных человека, и как-то у нас вот такой вот творческий симбиоз получился, и мы записали, я считаю, несколько хороших песен. И, возможно, я бы с удовольствием их бы опять воплотил. В 2012 году я начал воплощать идею трафика и начал записывать песни, как я уже говорил, песни «Я устал». Это была первая тема, которую я сделал, и она получилась очень хорошо. Прямо я до сих пор кайфую, когда она звучит. А также Иван мне любезно предоставил тексты, которые были предназначены для трафика, и я у него спросил, он говорит, да, пожалуйста, пользуйся, вот уже. И песенка «Закаты», которую вы можете послушать, это текст тоже Ивана, и он предназначался тогда для трафика. А еще в наш, точнее, наверное, в наш сландовский период трафика, мы, я помогал Ивану записывать его сольный альбом. у него были песни, которые были сочинены, он мне их показал, я придумал аранжировки к его песням, и мы записали его сольный альбом. Одна песня мне оттуда очень нравилась, прям вообще две, две очень нравились мне песни, одна песня «Тебя», ой, «Тебя», или «Тебя», я не забыл, не эту, я просто забыл песню «Вань, прости», а другая, другая, я тоже знал, как называется, ну, короче, две такие кайфовые песни были с этого альбома, и я помог записать его, да, вот такое молодец, но как-то вот если в двух, в трех, в пяти словах о группе «Трафик», то это как-то прошло вот так, мы выступали, кстати, да, мы же выступали с песней нашей «Никогда», кстати, ее по дискотеке, по дискотеке, я на дискотеке крутил, Вадим, о котором я вам рассказывал нашим друге, который играл на вас гитаре какое-то время, он работал диджеем, после меня, когда я ушел из сарая, я был в сарае диджеем, потом я ушел в ДК Горняков работать звукорежиссером, вот, и его порекомендовал на то место, и он там был режиссером и диджеем, и он крутил нашу песню, еще бы не крутил, и, а выступали мы на каких-то мероприятиях, я не помню, одно точно было на открытой площадке, мы выступали, это Сусланцев, какой-то праздник был на открытой сцене, и выступали мы на, в зале, в концертном, в обычном, вот, зале городского дома культуры, причем выступали отвратительно, мы играли под плюс, потому что я не помню, что у нас было с минус, а у нас не было минуса тогда, точно мы что-то тупанули, по-моему, как-то что-то так было, это мой единственный раз в жизни, когда я под плюс, наверное, выступал, и я чувствовал себя как последняя паскуда-тварь, ой, ну, а в целом, все было очень весело, клево, и, как всегда, с большой радостью вспоминаю любую, любую творческую движуху, которая у меня была в моей жизни, в моей юности, и особенно в Сланцеве, в моем родном городе, который я люблю, прям не могу, раньше всегда как в Питер уехал, типа, ой, все, 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 в Питере, в Питере, это, конечно, в Ромце Сланцев, возраст, возраст, сейчас порой скучаю по Сланцам, прям вообще, я Сашке своей говорю, давай, мы видим Сланцев, что-то, ну, понимаю, что, блин, творческого развития там никакого нет, но с другой стороны, какое мне уже творческое развитие, я все делаю для интернета, поэтому могу себе спокойствовать Сланцев в комнатушке и записывать, пилить видосы, но моя начинающаяся карьера диджея Сланцев явно не слушать. Ладно, это совсем уже другие истории, о которых я буду рассказывать как-нибудь потом, вообще, наверное, может, уже видео закончилось, а я сижу тут что-то все еще болтами. Ну, что, все, до новых встреч, будут еще истории про провинциала с его базарами. Продолжение следует... Продолжение следует...